ДОСТИГАЯ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Шалома Хувим, что значит «Возлюбленная». Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия Марджери, любовь моя, в начале программы я хочу поблагодарить наших партнеров и друзей, которые дают нам возможность транслировать эту программу. Благодаря вам каждую неделю ее смотрят миллионы людей по всему миру. Мы хотим сказать вам спасибо, мы любим вас. Слава Богу, спасибо. Дорогая, сегодня я хочу сфокусироваться на том факте, что нам необходимо откровение о серьезности греха. Ты согласна, что сегодня даже само слово «грех» стало формальным? Многим оно уже кажется каким-то устаревшим, и люди даже не задумываются над его значением. Что же это означает на самом деле? Верно. Я даже спрашивала Господа, что такое грех. Многие думают, что грех — это пить алкоголь, курить или что-то еще. Но я знала, что грех — это нечто большее. Поэтому я спросила у Господа, что такое грех. Он ответил мне так. Грех — это не признавать Бога Господином своей жизни. Поразительно, что когда мы признаем Бога Господином и центром своей жизни, все остальное встает на свои места, и грех уходит из нашей жизни. Главная задача — это признать Бога Господином. Это прекрасный анализ понятия греха. Если углубиться в библейскую этимологию слова, появится несколько определений. «Промахнуться», «не справиться». Мне нравится то определение, которое озвучила ты. Оно раскрывает самую суть проблемы. Бог реален, и Он является центром всего. Все вращается вокруг Него. Когда мы не выбираем Его центром нашей жизни, мы живем в состоянии греха. Я надеюсь, что сегодняшнее послание коснется нашего сердца. Бог послал Своего Сына в этот мир, чтобы восстановить наши с Ним отношения. Шалом Увраха, возлюбленные, мира и благословений. Эту серию я назвал «Путешествие по посланию к римлянам». Это уже второй сезон и третий эпизод серии, в котором мы начнем читать вторую главу послания. «Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». Послушайте Слово Божие. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Потому что, судя другого, делаешь то же самое. На прошлой неделе мы с вами изучали первую главу. Теперь фокус меняется, и Павел призывает нас посмотреть на себя. Сначала он писал о грехе и о его определении в мире. Теперь он пишет «Если мы судим других, мы сами становимся виновными». Осуждая других, мы осуждаем себя, поскольку делаем то же самое. За что осуждаем других? Нам нужно культивировать это понимание в своих сердцах, в своем сознании, в своих мыслях и в своей речи. Нам нужно быть очень осторожными в суждениях. Иисус сказал «Не судите, и не судимы будете». Я прочту еще раз из послания к римлянам 2 главы. Это первый стих. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же самое». И Ишуа сказал «Не судите, и не судимы будете». Не знаю, как вы, но я каждый день принимаю решение следить за своим языком и за своими словами. Каждый день мы с кем-то разговариваем. Порой вы чувствуете, как ход разговора побуждает вас посплетничать или произнести какое-то обвинение в чей-то адрес. Вам нужно противостать этому и отказаться вступать в соглашение против других людей. Не судите, и не судимы будете. Будьте очень осторожны с этим. Затем Павел пишет, а мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет себя к покаянию? Очень многие верующие ощущают, какую любовь испытывает к ним Бог, какое долготерпение Он проявляет и ошибочно расценивают это как право на грех. Точно так же ребенок, которого не воспитывают, ошибочно расценивает любовь родителей как разрешение безнаказанно делать абсолютно все, что придет ему в голову. Павел пишет, что это не так. Бог проявляет к вам свою любовь в надежде, что эта любовь будет направлять вас к его сердцу. Разве вы не понимаете, что осуждая других людей в то время, как Бог вас прощает, вы навлекаете на себя Божий гнев? Послушайте еще раз. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости? Другими словами, человек думает, Бог еще не осудил меня. Он проявляет ко мне свою доброту, а значит, он никогда меня не осудит. Павел пишет, вовсе нет. Бог проявляет свою доброту в надежде, что эта доброта коснется вас, смягчит ваше сердце и приведет вас к покаянию, чтобы вы таким образом стали следить за языком и не осуждали других людей. Он пишет, или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцем ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Это Евангелие. Павел возвещает Евангелие. В самом начале своего послания к римлянам Павел отметил, что он послан Иешуа провозглашать Евангелие. А оно — сила Божия ко спасению всякому верующему. Сначала Иудею, а затем и Елену, как он начал свой рассказ о Евангелии. Он написал, что на земле много зла, помогая нам осознать это, чтобы мы покаялись и изменили свои пути. В шестом стихе Павел пишет, что Иисус скоро вернется на эту землю и воздаст каждому по делам его. Дорогие, нам нужно об этом помнить. Нам нужно дисциплинировать себя, чтобы ходить в духе и не давать самим себе право делать все, что вздумается. Чуть раньше Павел писал, у вас нет права поддаваться своим похотям. У вас нет права поддаваться превратностям своего ума. У вас нет права и свободы так себя вести, потому что Господь возвращается, и Он воздаст каждому по делам его. Я хочу помочь вам кое-что понять. Этот мир не наш дом. Наше пребывание на земле кратковременно. Это всего лишь испытательный срок, чтобы мы научились послушанию. Я не говорю, что мы совершенны, но нам нужно стараться повиноваться Богу и быть учениками Иисуса. Вернувшись, Он вознаградит нас, но не на этой земле. На земле нам необходимо отвергать нечестие и ходить в истине. Сегодня проблема церкви в том, что мы забываем о вечности. Мы мыслим временными понятиями. Мы думаем, что сейчас это наше все. И все, к чему мы стремимся, это опыт здесь и сейчас. Мы хотим удовлетворить себя здесь и сейчас. Но, дорогие, не этого мы призваны искать на земле. Посмотрите на жизнь Иисуса. Он ходил по земле. Его унижали, гнали, били. Он сказал и говорит ему Иисус, лисицы имеют норы и птицы небесные, гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Вспомните, что проходили отцы ранней церкви. На этой земле мы всего лишь проходим испытания, а награда ждет нас, когда Иисус вернется. Сегодня в рубрике «Моменты еврита» я расскажу о таком имени Бога, как Эль. Откройте самую первую книгу Библии, книгу Бутия, или Брешит, первую главу, первый стих. Брешит, Бера, Элохим. Это означает «вначале Бог Элохим», а это одно из множества его имен, сотворил. Эль — это имя Бога на еврите в единственном числе. Элохим — то имя, которое звучит в первом стихе нашей Библии. Это имя Бога во множественном числе. Разве это не интересно? Здесь мы впервые в Писании встречаем имя Бога Элохим, что означает «всемогущий, правящий Бог», «единственный». И это имя сразу же встречается нам во множественном числе. Эль — это единственное число. Элохим — имя, записанное в Бутии первой главе, первом стихе, это имя Эль во множественном числе. Почему? Потому что Бог многомерен. Личность Отца, Личность Сына и Личность Духа Святого, Руах, все они заключены в одном имени — Элохим. Повторю еще раз, дорогие. Бог Творец открывается нам как Элохим. Надеюсь, эта рубрика благословила вас. Павел пишет в 6 стихе, что Иисус вернется и воздаст каждому по его делам. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертие, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Мы должны быть готовы страдать за Иисуса в этом мире и перестать думать, что мы сможем удовлетворить все свои потребности вещами этого мира. Вещи этого мира никогда не смогут нас наполнить. Мы должны перестать пользоваться этим миром, чтобы заполнить свою душу, и вместо этого жить для Иисуса. Павел пишет в 9 стихе. «Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Елену, а затем говорит о награде. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену. Когда? Не сейчас. Запомните это не сейчас. Вспомните апостолов. Их убивали. Распинали вверх ногами. Варили в маске. Избивали. Поэтому награда ждет нас не сейчас. Сейчас мы живем для Иисуса. Сегодня в церкви распространено одно заблуждение. В том числе среди тех, кто пришел туда из движения Нью Эйдж. Многие христиане, те, кто верят в реального, исторического Иисуса, ждут, что Бог даст им все в этом мире. И это сделает их счастливыми. Однако, Библия говорит нам в первом послании Иоанна. Все, что в мире, это похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. И это не есть от Отца, но от мира сего. Богословие Нью Эйдж проникло в церковь, и оно полностью сфокусировано на настоящем, на нынешнем моменте. Люди, особенно молодое поколение, ищут исключительно сиюминутных переживаний. Они ходят в церковь, и все, чего они ищут, так это чувствует себя хорошо, когда идет поклонение. Честно говоря, оглядываясь по сторонам и видя, что люди приходят в выступление от музыки поклонения, я спрашиваю себя, «Бог мой», тебя ли они ощущают, или они всего лишь вошли в состояние эмоционального возбуждения, прямо как на рок-концерция. Подлинное ученичество и подлинное поклонение — это не только мурашки в то время, когда звучит музыка поклонения. Подлинное поклонение — это послушание, это стиль жизни. Это значит просыпаться утром как солдат Креста, как солдат Иисуса. Это значит сказать, «Господь, ты на первом месте, я буду следовать за тобой. Я отвергну себя, я не буду сверяться со своими планами, я буду спрашивать тебя о планах твоих. Я буду делать не то, чего мне хочется, а чего хочешь ты. Я хочу быть, как Иисус, который сказал, «Не моя воля, но твоя да будет». Я хочу быть, как Иешуа, который не делал ничего от себя. Это совсем другое Евангелие. Люди сфокусированы на настоящем моменте. Однако Иисус сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие, которое проповедует Павел, заключается в том, что нам нужно отвергнуть похоти мира, жить для Иисуса и помнить о вечности. Наша лучшая жизнь не в этом мире. Библия говорит, что здесь мы только странники. Самая лучшая наша жизнь начнется, когда Иисус вернется и наградит нас за все, что мы сделали из нашей любви к Нему. Дорогие, поймите это. Давайте придем в себя. Давайте отвергнем все, что не от Бога, и примем записанную истину. Это Евангелие. Оно записано для святых раз и навсегда. Не важно, что приемлемо для людей сегодня. Не важно, что приемлемо сегодня в христианской культуре. Времена непрерывно меняются. Важно то, что говорит вечное Слово Божие. Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Ибо нет лицеприятия у Бога. Павел продолжает свою мысль, говоря, «Ребята, вы все виновны. Я призываю вас делать доброе, но уверяю вас, вы узнаете, что вы виновны и отчаянно нуждаетесь в Иисусе. Нам нужно покаяться и целиком сфокусироваться на Иисусе, потому что все виновны и всем грозит гнев Бога». Давайте посмотрим, что говорится дальше. Павел пишет, «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, это язычники, не принимавшие десяти заповедей». В те времена, когда Павел это писал, язычники не знали о законе. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Павел смотрит на мир и делит его на два класса. Евреи и язычники. Язычники согрешили против Бога, не имея закона. Они согрешили, несмотря на то, что у них не было закона, потому что грешили против своей совести. Дух Святой говорит к нашей совести, что хорошо, а что плохо. Язычники отвергли истину и потому виновны, согрешив против своей совести. Евреи виновны, поскольку у них есть записанная Тора, и они грешили против нее. Павел пишет, что весь мир виновен. Почему он так пишет, проповедуя Евангелие? Он готовит нас к тому, чтобы принять Иисусом. Давайте посмотрим еще раз. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона, праведны перед Богом. Другими словами, то, что еврейский народ слышал закон, не делает его праведным. Но исполнители закона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Павел говорит еврейскому народу, не думайте, что вы лучше язычников лишь потому, что слушаете закон. То, что вы его слышали, не делает вас праведными. Есть язычники, которые никогда не слышали закона, однако делают то, что предписано законом. Они праведнее вас. Павел продолжает свою мысль, подчеркивая, что перед Богом нет праведных, ни евреев, ни язычников, ни одного. В продолжении этой темы он пишет следующее. «Все откроется в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Мы еще поговорим об этом через неделю. Павел обращается и к евреям, и к язычникам, обличая грех, готовясь озвучить им добрую весть о Мессии и Иисусе. Дорогие, какова же основная мысль? Будучи иудеем, я впервые пришел к познанию Господа в 78-м году. Я воспитывался в консервативной синагоге, и у меня не было откровения о грехе. Когда мне явился Иисус, я просто знал, что заблудился. Я запутался и был в отчаянии. Когда Иисус явился мне, я знал, что Бог любит меня, что Он живой, что Иисус это путь. Иисус стал для меня выходом из моей ситуации и страха, депрессии и смущения. Я стал изучать Слово Божие. Но знаете, что происходило? Чем дольше я ходил с Иисусом, тем больше я получал обличение в своих грехах. Теперь я продолжаю каждый день ходить с Иешуа, ходить с Богом. С того дня, в 1978 году, прошло уже почти 44 года. Однако, чем дольше я ходил с Богом, тем больше я обличался во грехе. Я был очищен от многих вещей, однако, ощущая большее обличение, несмотря на то, что сейчас я более праведен, чем тогда, в далеком 78 году. Дух Святой обличает нас во грехе, чтобы мы могли быть очищены. Я хочу завершить сегодняшнюю программу так. Вы понимаете, что Иисус пришел, чтобы освободить вас от грехов, не просто дать вам все, что вы хотите в этом мире. его подлинная миссия спасти свой народ от их грехов. Когда он был рожден, ангел явился Марии и сказал, ты назовешь его Иешуа, потому что он спасет свой народ от их грехов. Поэтому сейчас я молюсь за вас. Отец Небесный, мы просим тебя о духе обличения. Покажи нам, от чего нужно очистить наши души. Так мы сможем быть омыты от этого кровью Иисуса, преображаться силой духа живого Бога и угождать себе на всех наших путях во имя Иешуа. В книге Числа, в шестой главе, Бог сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на Мой народ. И тогда Мое имя будет на них. И Я благословлю их. Поэтому сейчас принимайте Божие благословение. Я ва рехехе я ва и шма реха я и я ва 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 шлах Да благословит вас Господь, Бог Израиля, и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и дарует вам мир, как своему любимому ребенку. Божьих благословений и шалом. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство — вдохновить других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Из следующего выпуска вы узнаете, что Бог призывает вас в более высокое измерение. Присоединяйтесь к Кровину Шнайдеру, и вы узнаете, как жить не сегодняшним днем, а думая о вечности. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина. Снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Возлюбленные, если вы смотрите нас уже некоторое время, то знаете, что когда вопрос касается сбора средств на служение, чтобы мы могли и дальше нести Слово Божие по миру, я стараюсь не манипулировать. Нам нужно много денег, чтобы выходить в эфир на телевидение и в соцсетях. Кроме того, мы ездим по всему миру, а я не могу делать этого без вашей постоянной финансовой помощи. Бог устроил все это так. Иоанн говорит в одном из своих посланий, что люди, проповедующие истину, достойны финансовой поддержки Церкви. И я хочу поблагодарить вас за помощь. Знаете, что поддерживая проповедь Евангелия финансово, вы собираете себе награду. Все, что мы посеем в Царство, вернется к нам мерою доброй, угнетенной, нагнетенной, с избытком. Поэтому спасибо вам за вашу любовь и финансовую поддержку. Шалом! Если вы хотите отправить пожертвование или стать нашим партнером, то вы можете сделать это по адресу, который видите на экране. Звоните по номеру 800-377-835 или отправьте смс со словом «Равин» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Ваш дар приносит спасение, исцеление и освобождение Израилю и всему миру через телевидение, интернет и евангелизационные крусейды. Многие из нас благословляют Господа своими финансами на земле. Но если вы хотите делать это, даже находясь на небе, зайдите по ссылке завещания на нашем веб-сайте. Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.